Сидел я сейчас, значит, друзья, слушал песню Дождя, которую он исполняет при помощи моего подоконника, листал ленту игровых новостей, и вдруг внезапно изнутри нахлынуло просто неуёмное желание заглянуть в Даурельские пещеры. Что же там? Я давно хотел там побывать, но сейчас, сейчас вот то самое наитие. А это значит, что нужно начинать для вас очередную часть нашего стопроцентного прохождения, и я уже подошёл к назначенному месту. Давайте двинемся, я думаю, что здесь я с Чокоба слезу. Возвышенность Скьер. Давайте покажу, где мы находимся по карте. Вот, нам немного нужно пройти. Я тут немного ещё повыполнял временных заданий, чуть-чуть подкачался, но не отдыхал, левел не апал. У нас есть 1081 ОС, давайте перед тем, как пойдём, распределим их. Так, ну вот тут в приёмах боя осталось немного умений, которые мы ещё с вами не изучили. Думаю, что этой ветке и посвятим эти очки. Возьмём Статическое Превосходство. Намного увеличивает урон при вхождении в стазис. Далее, Охранитель. Нажав кнопку защиты, сразу после получения урона, вы можете обнулить весь полученный урон. Хорошо. Восстановление очков магии воздушной атакой. Восстанавливает ману при атаке в воздухе. И танец в воздухе. После воздушных атак мечом или древковым оружием, вы можете сделать неограниченное количество шагов по воздуху. Посмотрим, как Ноктис воспарит. Вот теперь всё. Теперь древо боя у нас сияет изученными способностями на 100%. Так, ещё есть 299 очков. Характеристики у нас также полностью закрыты. Путешествия тоже полностью. Режим ожидания тоже полностью. Между ними командные действия остались. Нанесите мощный первоудар в бою двуручным мечом. Но это за гладиолуса нам нужно. Правильно? Играть увеличивает урон ядовитого клыка. Так, ну-ка. Что в магии? При создании заклинаний увеличивается мощность на 50. Похожие эффекты способностей не суммируются. О, два дополнительных. Тройной синтез. Наверное, надо покопить на него. Ну вот они, эти переключения. А у нас ещё приёмы пронта. Запредельный урон не наносят. Как и приёмы Игниса. Игнишательство. Так. Если выручить товарища, полностью восстанавливается ОЗ. А давайте возьмём и возьмём вот это. И пока прочту. Критическое спасение. После спасения союзника его шанс нанести критический урон увеличивается. И пока на этом остановимся. Всё. Двинемся дальше в Даурельские пещеры. Я скушал специальный сэндвич на ферме Чокоба Уиз. Чтобы у нас на 50% больше опыта было. Так как у нас сейчас в начале третьей главы сотые уровни. И опыт, конечно, нужен очень. Здесь так часто появляются вещи на пути к этой пещере. Я сколько раз сюда ходил и постоянно что-то собираю. Также здесь вот. Можно вот это взять. Золотые осколки. Здесь красивая природа. И вот они, эти самые пещеры. Давайте прочитаем лор. Игровой о них. Даурельские пещеры. Сеть пещер на возвышенности Скьер, когда-то славившейся своими природными ресурсами. Плодородная почва и естественные источники вкупе с источаемым метеоритом теплом создали идеальные условия для ведения сельского хозяйства. К сожалению, Великая война обернулась для этой области разрушительными последствиями. Королевство использовало эту возвышенность в качестве плацдарма, но отсутствие вентиляции в пещерах сделало ядовитое оружие империи убийственно эффективным. А трапа просочилась в землю, погубив почву. Даже опытные охотники не отваживаются исследовать эти пещеры, ныне кишащие демонами. Но теперь в них заходят только самые безрассудные рыбаки, польстившиеся на слухе о водоеме глубоко под землей, где водятся огромные рыбины. К хорошей рыбалке у нас все готово. Мы купили не так давно еще более прочную леску. Так, я... Да. Так как-то подскользнулся. Наверное, это не очень хороший знак перед входом. Но я сохранюсь тогда. Можно вот сюда, допустим. У нас... Так, 168 часов геймплея. Еще раз посмотрим на пещеры. Сейчас 6 утра. Давайте зайдем. Так. И уже вот карта у нас. О, Даурел Каверенс. Супер. Обязательно рисковать жизнью, чтобы на нее заработать. Но если так на это посмотреть. То есть ты предлагаешь ждать, пока сокровище само нас найдет? Даурельские пещеры. Отдалейте врага в самой глубине подземелья. А смотрите, даурельские пещеры. Сначала пойдем... Рядом с этой стеночкой. Так, кто это? Кто нас встречает? Некроманты, друзья. Я знаю, что вы любите... Лед. Я помню. Лучше не надо. Так, ну с этим мы разделались быстро. Хотя уровень... Не маленький. 41-й. У нас тоже не маленький. Речь сейчас не о нас. Такое парирование. Не расслабляйся. Так, он... Неозвимость... Очень быстро разделались. Надо продать пух феникса. У нас забито этим предметом все. Прочная кость. Видимо, упала... С одного из некромантов. Пройду под этой стенкой и тоже посмотрю. Почему этот камень отличается? Это кусок метеорита. Прекрати, но! Ага! Ой, как мне нравится это все, друзья. Здесь можно... Протиснуться. Ой, в носу закрутило... А вот за это... Я прошу меня извинить. Идем дальше. Никто тут бесхозные сокровища. Не видел? По-моему, клады ищут не так. Тут бесхозные элементы. Здесь мы сможем протиснуться. И здесь надо протискиваться. Ты уверен? Тут как-то... Я, конечно, понимаю, что... Там не будет босса так сразу. Пойду протиснусь сначала там все-таки. Хочу устроить испытания для глади. Вот здесь такой тонкий проход. Вдруг к гладиу не протиснется. Он широкий парень. Да, кстати, я разве не говорил, что у меня глаустрофобия? А у кого еще нет? Я и не из такого выпутался. Надо просто подниматься вперед. Может не повторять. Это все равно не поможет тебе... Отмазаться от исследования таких мест. Ух ты, как красиво. Подземная река. Что это за растение питается от нее? Снова. Пронин. Почти капитан Пронин. Да быстро его это хватит, хватит. Изрешетил. Не видно, что это за растение. Но по этим корням можно выбраться наружу. Это отличная возможность. Ее можно было, кстати, даже и в игре реализовать. На какой-то второй выход. Эх. Там тоже можно было сделать секретную комнату под водой, что-то взять. Я думал, что туда можно пройти, честно говоря. Но даже несмотря на это, природно это место восхитительно. Вот подземная река. Мне очень нравится. В ней вода, наверное, первоклассной чистоты, свежести. И богата минералами, микроэлементами. Вот. И еще она такая очень холодная, полезная для здоровья. Так, ладно. Ржавую деталь нашли. Хотя ее вообще не было видно. Из-за ярких солнечных лучей. Они здесь вдвойне яркими кажутся. Потому что вокруг темно. Поглотили еще магию. Предмета нет. Ух ты. Спуститься. Так. Ну. Друзья. Ух ты. Нет. Это не совсем то. Показывает, что выше. Допад. Мне очень нравится это место. Я, наверное, еще не раз это повторю. Оно классное. Какой цвет воды бирюзовый. О. Можно заворотнюк налить. Ух ты. Сто глаз. Это одни из моих любимых монстров в Final Fantasy. Впервые мы их здесь встречаем. Помню, как в Final Fantasy 9 на рулетку делали. Интересные ребята. Зуб древнего дракона. Откуда этот свет? Там так же? Есть. Отверстие для солнечных лучей, да? Ты это видел? Я отравился. Этот пруд давно пора почистить. Специально, сознательно вступив под воду и все... Ты не знаешь, что это? Нет. Но эта дрянь явно ядовитая. Так что не советую ее трогать. И все отравились вместе со мной. Это, наверное, самое большое расстояние, с которого я поглощал. Итак, идем сюда или... Туда. Так куда? Туда, но... Что скажете, ваше высочество? Вот что. Если зайдем куда-то не туда, то никто потом не будет говорить мне что-то не то. Да я бы никогда... Идем по этой дороге, пока идется. И далеко ли мы уйдем? Берилловый браслет. Мы приходим в Даурельское озеро, в рыбное место. Нам нужно половить рыбу здесь и днем, и ночью. Сейчас у нас день, и мы проведем дневную рыбалку. Говорят, что крупная рыба здесь водится. Ну, сейчас посмотрим, друзья. Насколько крупная. А это не очень крупная. Получается все лучше. Пещерный елец. Подобно змею она выглядит. И это новая рыба для нашей коллекции. Давай. Ну что ты сдулась? Все-таки не сдулась. Это побольше. И это уже интересно. Видимо, это какой-то барамунди. Так, ничего тут дрыганый такой. Он очень часто меняет направление. Уже 500 очков прочности лески сожрал. Смотри, какая здоровая. Сейчас остается 1400 очков. Большая стивена. Ну, мы достанем его, конечно же. Но 1000 он нам точно отколбасит. 1200. 1150. 1100. Да, почти 1000 снял. Достаем. Вот это рыбина. Причудливый барамунди. 16 килограмм. Молодец, чувак! Леску обновим. Так, это тоже барамунди. Кльот! Это что было? Этот, похоже, еще побольше будет. Либо он просто далеко. Поэтому не очень хорошо тянется. Если бы я был заядлым рыбаком, меня бы тоже манило такое рыбное место. Точно вам говорю. Я бы взял нескольких друзей и с осторожностью сюда бы пришел. И с особым наслаждением ловил бы здесь рыбу. А ребята сзади пока бы смотрели, чтобы никто никакой некромант не подобрался и не оставил от нас только кости. Ну что, готовься тащить. Поверни удочку к рыбе. Это что-то новенькое. Тяжелое! Так, и вот на 20 килограмм причудливый барамунди. Почти что в наш рост, но с этого угла камеры нет. поменьше все-таки. Так, это тоже барамунди, да? Тоже понравилось, как логично они завершили то, что река в итоге образует здесь это рыбное место. Да, это тоже барамунди, а ельцы, они видно там как мелкая рыба обозначены. Но этот не будет много вести, этот легко прям тянется. Думаю, килограмм на 13. Хорошо, что мы прокачали наш ранг рыбака до 10 уже давно. Это упрощает нам ловлю вот в таких местах. Если бы, например, не прокачаны и сюда попали, могли бы и не поймать этих рыб. Да, на 13 килограмм. Видите, уже просыпается у меня чутье рыбака. Молодец, чувак! Ельцы. Давайте сюда, и я пойду исследовать и вернусь к вам ночью. Ну, они без проблем, да. Ты малышина! Ловятся. Ты хоть отреагируй! На полтора килограмма засушить как раз к пиву. Игги, кстати, мог бы сказать. Кажется, я придумал новый рецепт. И просто засушенный елец с пивом где-то на причале Галдина. Тут двое остается. Думаю, уже доловлю. Да, отправимся. Давай, 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 дорогой, давай. Ах! Я уже просто дотащил до берега. Ну же, иди ко мне. Да. Ты прямо в ударе. Ты малышина. Ну, делаем ставки. Будет ли этот последний елец рекордным? А я доводился на бой между человеком и рыбой. Ну, надежды не всегда оправдываются. это жизнь. Нужно быть готовым к этому. Новичкам везет. Рекорда не было. ну и мы выловили всю рыбу. Обратите внимание, что рядом с этим рыбным местом не было никакой наживки и никакой инвентаря для ловли. Обычно лежат лежат какие-то предметы, которые можно подобрать. Здравствуйте, ты кто вообще? А, снова ты. Люблю я сзади тебя. Парирование. Парирование отличается от препарирования. Эй, да там уже нечего активировать, там уже залупили просто 4 против 1. одного. Даже жалко его стало. Не думал, что стану испытывать жалость к некромантам. И откуда во мне эта чертова сентиментальность сегодня? Видимо от того, что очень сильные чувства наития были, о которых я говорил в начале. Вот они соответствующие производные дают. Пацаны, можно вас жахнуть пятикратными чарами? ты, конечно, о, нормально. Поймал. Ронин, разморозь меня. Неуде сбилось. Вот и приехал. Мечет помоечет. так, а вот сейчас парирование не успел я сделать. Ничего себе. Ну-ка, вставай. гладио, давай. Это переходит все гранит. Отлично, гладио. Так, парни, два бега уже близка. Только не умирайте. Вы говорили. Мы тут немного задержались. Хороший получился бой. здесь можно продолжить любоваться природными красотами доурельских пещер. Туда дальше утекает река. Давайте пойдем, может, еще где-то встретим. Ну, да, вот здесь правда ядовитая вода. Но пойдем по ядовитой, чтобы карту по над стеночкой открыть. Обратно пойдем под другой стеночкой. я не понял, что там произошло. Сам знаю, что-то произошло. как-то так. Так, я хочу, чтобы Промта сейчас подстрелят, друзья, давайте. Ну, давай, Промта, тебя ждем. А где он, кстати? Ну, его почему-то нету. не гладио. Поздно уже. Следующее сокровище наше. Мы опять заблудились? Не заблудились, а зашли не туда. Памятная монета на возвышении Оракула. Мы как раз зашли туда. Нам сначала нужно посетить все тупики и неправильные проходы. Ух ты. Может сделать скриншот здесь? Сфотографировать бы здесь кого-то. Но кто тебя интересная поза? Почему ты находишься в боевой готовности? Посмотри в кадр. Неплохо. У меня уже ноги отвалятся. Если отвалятся, тащить будешь. Я не стану. Даже не надеюсь. Надеюсь, тут есть короткий путь обратно. Так, я подозревал, что здесь будет замес. Сто глаз живут вот в такой среде. Отлично себя чувствует некромант. Вот и приятно. Вот он какой-то. ты удивлен? Ага. Сделаю. Хорошо, сейчас. Сейчас не плохо. Давай прикончим. Быстро и больно. Так, у нас заканчивается наш баф. Скоро опыта еще меньше будем получать. Я добрался сюда через яд, через все трудности и невзгоды. Положили бы здесь хотя бы, я не знаю, древесину. так, и здесь ничего, но это это следующий уровень и может быть он приведет нас к боссу. Так что сейчас мы пока не будем торопиться идти сюда. В этой зеленой воде нет ли тоже сокровищ? Давайте проверим. и мне еще вспомнилась пещера из Final Fantasy 4 где лава была, по которой тоже нельзя было ходить как по яду. Может здесь будет такая пещера с лавой. Я не знаю захватывает ли микрофон звуки дождя барабанящего по подоконнику, но там так усилился дождь, и это в эту полночь еще большего уюта придает для геймплея. Я люблю когда так, друзья. Кинжалы убийцы. Так. Есть у нас такие кинжалы покрытые ядом излюбленное оружие наемных убийц. Каждый их удар может отравлять противника. В игре надо играть с правильным настроем и желательно в правильной атмосфере. так, ну как можно было там вот эту оставить черную точку. не не нужен не нужен голубиный анус. Давайте его уберем. Во, отлично. Так. По времени у нас 17.00 идти ловить ночную рыбу рано. Сохраняться же здесь мы не можем, да. Я представлял эти пещеры другими себе. Я думал, они будут такими серыми, темными. Они оказались очень классными. Вот еще место замечательное для скриншота. давайте их сфотографируем еще на наш фотоаппарат. Так. Пойдет. нокт сможет запостить в свой инстаграм, а вы, подписывайтесь на мою инсту. Ссылка есть под любым из роликов. Буду рад всем искренне. Так, это вот тут все-таки можно ходить. Я думал, это фиолетовый оттенок. Интересно, эта вода дает фиолетовый оттенок из-за отражения вот этих камней или это при свете оно такое. Вот здесь просто нету этого фиолетового оттенка, а здесь есть. Супер. Надо еще, хотя ладно, под этой стеной мы пойдем назад. Я уже здесь чуть-чуть пробегусь. Промта, что ты здесь делаешь, скажи? Когда нужно эпично завершить бой с помощью твоей способности, тебя нет. Сейчас тебя нет. Кто будет фотографировать? Может быть, он, кстати, там что-то и фотографировал, поэтому и отсутствовал. Вот этот сталагнат такой, прям дедушка. здесь надо идти особенно осторожно. Тише едешь, дальше будешь. Не знаю, откуда этот яркий свет, учитывая, что сейчас 19 часов и мы знаем, что темнеет раньше. Может, там установили прожекторы специальные. панцирь жука. Так, ну мы, кстати, подбираемся. Опять же, 20 метров может уйти отсюда пока. эта самая лестница. Я помню просто комментарий Мьюз Харт, которая говорила, что в последнем бою нам нужно будет ТП шнуться туда, пока друзья добьют и потом спустить им эту лестницу. И это очень похоже на это место. Так что я снова возвращаюсь, друзья. О! Серебряный наруч. Ну есть у нас так. наручность серебра до некоторой степени увеличивает максимальное здоровье. Берлитовый браслет немного увеличивает силу. Мугл амулет понятный опыт. И пуленепровиваемый костюм, сделанный в нефельхейме, до некоторой степени снижает урон от огнестрельного оружия. Давайте упорядочим. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, что больше четырех надо попродавать. Серебряных у нас уже три. но как видите вот да у меня пятьсот тысяч это побольше денег чем было когда мы в предыдущей части с вами встречались потому что я не только гриндил но точнее не только добывал экспо но и гриндил да и продавал предметы теперь немного гил раздобыл этого совсем не хватало это одни из моих любимых монстров я готов с ними сражаться хоть под тысячу раз не 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 в воздухе заморозил а хочу сделать магию это скучковали здесь посмотрите что 100 глаз творит какая дискотека я на такую сходил я вообще не люблю эти дискотеки мероприятия ночные клубы не люблю даже мягко сказано но на такую я бы пошел промп ты готов пистолетов там видимо где-то стоит замороженный выше последним выстрелом эпично так можно да ты пошел можно какой красивый вид да неплохо еще немного и с ними будет покончено получать это переходит все границы рука дрогнула ну вот и все опыт надо приближать к двум миллионам потом сходить в причал галдина два миллиона превратить в четыре так ладно помним у нас есть еще один проход в самом начале под которым там можно было проползти и один проход который я посчитал правильным проходом к финалу давайте прогуляемся к тому что в начале я под стеночкой хожу и на карту все гляжу все хожу дохожу ничего не нахожу но зато все открываю природный скалодром вы когда-нибудь ходили на скалодромы у вас в городе наверняка есть здесь без страховки в природных условиях жаль я не могу посмотреть как карабкаются друзья но они не карабкаются понятно что они к нам телепортируются ну что если у кого-то проблемы с этим из нашей команды не с телепортацией а с взбиранием по таким поверхностям и у нас дело к ночи близится 21 час я надеюсь мы сейчас быстро здесь эту часть с вами исследуем и успеем этой ночью на рыбалку ночную удивительно что здесь меняются рыбы и днем и ночью не об этом говорили вы ведь по сути в этой пещере все одно что день что ночь может они как-то чувствуют эти циклы так ну а все не понимаю чего ты от меня ждешь может сам пойдешь разделаемся с ними я хочу по-медленному да отлично я достал до некроманта это была первоочередная цель темноте это отложение удобно ну некромантов жизнь немного конечно хорош с своими заморозками все горит осложняет начало сам все поджег потом все прошло идеально ископаемая древесина во меня услышали я же хотел древесину получить вот вот на получи вот мы сюда и упали короткий путь хотите сказать или это все-таки не конец куда можно репортироваться говорили о том что здесь будет гигант я что-то гиганта не наблюдаю вот телепортироваться наверное нужно так и сделаем подождите вы ладно хотя бы нескольких выключил ну давайте ребята смотрите у меня рука устает жилие подмышкой тянутся там наверху что-то есть леса и лестница интересно кто их там оставил действительно любопытно что они тут делали а главное осталось ли от них что-нибудь отсюда снизу разглядеть невозможно пойдем дальше ну ну как ну ну это и боя здесь похоже не будет я этого больше всего боялся друзья я не трогал кнопки вот как-то что же теперь делать а туда ведь пройти видимо можно так но если здесь опять не появятся монстры то это фиаско мне придется острое лезвие переигрывать всю пещеру грустно и телепорт здесь не сделаешь да получается там наверное ладно давайте я думаю что если мы даже выйдем на поверхность и зайдем снова монстры резнутся и мы сможем проникнуть ау сейчас не вовремя рука дрогнула так сейчас друзья ну давайте на рыбалку сходим чувство конечно такое в душе дурацкое я действительно висел думал ну хоть бы вот когда он будет падать не соскользнуть оттуда ты что сдурел ноль часов ночная рыба уже должна была заполнить водоем начинается поменьше ее леску ставим новую и давайте попробуем начать с крупной крупная крупная тоже довольно брыкастая и направление меняет резко и вот Ногт, хватит тянуть! Друзья, у нас остается, я только сейчас посмотрел, 700 очков прочности лески, надо сосредоточиться, то мы без рыбы останемся. Наконец, вообще сумасшедший начинает менять направление. 200 очков прочности осталось. Сопротивлялось. Стерегущая зубатка. 12 килограмм, но прям боролась до последнего. Так ты удочку не забросишь. Размахнись как следует. Тут, забрасывая удочку, главное за корень не зацепиться. Так, а там кто-то не реагирует. Но это вот мелко реагирует сейчас. На ту нужно будет приманку менять. Может, на эту нужно будет менять. Не, ну это вроде сейчас клюнет. Так, а этот уже знакомый нам елец. Ну, рекордный. Не знаю, ночью есть еще какая-то рыба? Ну, кстати, вот та, которая не интересуется сейчас. Она может быть тоже уникальной. Тут так классно наживку видно. В этом рыбном месте. Ты молодчина! А, нахуй, ты хоть отреагируй! Ночью более жирные яйца выплывают. Так, а теперь поменяю наживку. Давайте попробуем. Тонбери тоже у нас она одна. Не интересует. Кактус. О! Актуарчик интересен. Но не слишком. Так, потихонечку, потихонечку. Да, вяленько. Думаю, что... Надо еще будет. Ладно, давайте сейчас мы его... Вытащим и еще раз забросим. Видимо, актуар просто немного интересен, но не более. Хорошо, попробуем. Давайте начнем с первой. Так, это нет. Это нет. Это нет. Тоже нет. Ну, можно белый как туар. Белый, вроде, более интересен. Хотя... Тяжело сказать. Дразнец. Сейчас уже утро настанет. Надо бы быстрее... Пытаться вытянуть. Так, это не интересует. Еще раз. Точно эту не хочешь? Ее обычно все хотят. Но не ты. Нет. У нас там еще остается демон. И, собственно, все. О! Вот он тоже интересен. Может, просто надо ждать. По чуть-чуть. Давайте я закину прямо туда и буду ждать. Не среагировала. Ну, возможно, нам понадобится другая приманка и возвращение сюда позже. Но рыба это точно другая, потому что она... Видите, на те приманки не реагирует. Ну, ладно. Что ж, остается запомнить это, друзья. Друзья. Ну, же, иди ко мне. Может, красную? Красную не реагирует. Желтую. Вот так, без остановки попробую. Ну, так, кстати, вроде бы наполнялось быстрее. А ну-ка. Нет. Ну, ладно. Значит, вернемся. Одну новую еще добавили. И будем знать, что есть еще здесь разновидность рыбы. Сколько у нас, кстати, сейчас? Давайте посмотрим. 33 из 104. Появилась Серегущая Зубатка. Пещерный Елец. И Причудливый Барамунди. Смотри, куда прешь. Так, сюда же, да? Понайдем ли мы в этой пещере двери? Такие, которые мы сможем открыть только под конец игры. Что-то мне подсказывает, что найдем. И в очередной раз задумаемся, кто их устанавливал в этих всех местах. Наши волосы зеленеют. Погодите, это не то место, что ли? Нет, все-таки то. Да, я понял, что ты устал, Нокт. Все поняли? Вы хотите сказать, что можно отсюда спустить лестницу? Или это другое место? Похоже, это другое, видимо. Мы все-таки добрались. Я же сказал, что мы справимся. Ни секунды в тебе не сомневался. Так, так. Смотрим, чтобы там не пропустить какие-то предметы. Может, можно телепортироваться. Можно как-то идти пешком. Но, проверь лестницу. Теперь можно опустить ее и упростить себе жизнь. Это может нам здорово помочь в будущем. Где это мы? Так, это еще одна лестница, но не та, что нужно. Или все-таки та? Нет, не та. Та у нас здесь. Но, опять же, мне помнится, что Мьюз писала, что будет бой с гигантом. Так что, возможно, он будет там же. Сейчас со всем разберемся. Так. Аккуратненько. Опыт у нас. Я говорил, что у меня акрофобия. Не бойся высоты. Бойся падения. Что у вас только в фобии? Есть у кого-то филия? Акрофилия у кого-то? Есть вот. Похоже, есть у Нокта. Вот так. Прекрасно справился с этим всем. Что это за растение? Уральский лук-шалот. Игнис выучил новый рецепт. Я готов продегустировать. Если он растет только в этом месте, это уникально и классно. Ходить сюда за этим луком. Окаменелый аммонит. Упасть можно? Интересно. Я не пробовал, друзья. Наверное, не стоит пробовать. А вон то самое место. И что, это все? Дело сделано? Да, насколько я верю. Сапфировый браслет. Да, ура. Я зря огорчился. Ой, тридцатый уровень. Так, надо аккуратно. Еще есть эти ребята. Какой-то просто был изничтожен. Я сам не ожидал, что так быстро с ним разделаемся. Кто там еще? Я вижу две красные точки. Ага, вот ты, да? Сейчас мы тебя уделаем. И гиганта оставим, а сами телепортируемся. Они его там бьют. А парню больно. О, и вы встали. Даже не знаю. Магию опасно делать. Как же быть? И опасно суперспособность делать. Что-то уже вынесут. Просто и глазом не моргнут. В общем, если будете куда-то приглашать на дискотеку, это только со стоглазыми. Гигант, гигант, живи. Я несколько раз так аккуратненько так раз, вот так и. Еще вот так вот раз. Все. Я ухожу. Я устал. Все. И никуда не рыбайся, не смыкайся. Я могу сейчас во время боя спустить? Стой, пожалуйста, и жди. Боюсь использовать способность друзей, потому что вдруг он спрыгнет во время ее использования. Что ж ты делаешь? Вы это видели? Это он меня скинул. Я просто вот руки держу. Только сам не соскользни. Здесь торчать нет смысла. Но здесь есть смысл скинуть лестницу. Здесь. Могу пальчиками пошевелить. Я даже не хочу нажимать ничего, чтобы он упал, а то он одновременно начнет падать, и я нажму что-то. Вот. Все, все, все. Тихонько. Так. Удалось. Ну, теперь надо взобраться и посмотреть, видимо, что тут. Задание, кстати, у нас выполнено. Ну, да. А, так это... Нет, подождите. Это должно быть место с каким-то крутым предметом. Ну, логично. И если так, то мы сделали тут все. Кроме поимки одной из рыб. Так как же неудобно. Ну. О. Что эти символы означают? Хотя их здесь много, видимо, ничего не означают. Я думал, может, они уникальные возле каждой из дверей. Я-то рассчитывал хотя бы на меч ультимы. А это просто дверь. И действительно, она ведь нам не попадалась. Ну, ладно. Значит, можно двигаться на выход. Второй раз заходить не придется. Вы, быть может, напишите, какую приманку мне надо получить, чтобы ту рыбу выловить. Даурельские пещеры небольшая. Приятная, необязательная локация в игре Final Fantasy XV. Которая заставила меня немножко попереживать. Восхитила своей красотой. И заслужила высокие оценки. Вы тоже напишите свои впечатления о ней. А нам сейчас надо, друзья, ну, пойти уровень, наверное, апнуть. Дело-то по горло еще. Так что у Ирис... У Ирис время ожиданий немножко еще затянется. Я хочу еще поискать дополнительные задания. Возможно, в ходе исследования попадется еще какой-то данж. Я хочу поискать еще места для фотосессий. Ну, как, например, Пик Лонг Вайт. Ну и вообще нам надо еще исследовать местность тщательно там, где мы не были. Я хочу еще на чоку полетать вокруг Каутевского диска. Я это сделаю вне части. Потому что я там немного летал и еще несколько предметов нашел. Обычных, расходных. Так, возможно, сходим на временное задание. Посмотрим сейчас, где оно. И решим. Так, а мы можем поставить... Магию. Хорошо, что я из-за пассы. У меня Клаустро... Клаустрофилия. Вот это сюрприз. Ну давайте я начну первый. Я приятно удивлен. Что тут сказать? Легом в атаку! Можешь на меня рассчитывать. Стопи. Неплохо получилось. Так и должно быть. Где у нас временное задание сейчас? Третья глава. Бранда Шмык. Надо выйти. Чтобы увидеть. Но оно нам доступно. Не надо идти дальше. Пойдемте ближе. Что ты делаешь? Я не хотел. И в 10 утра. Ах! Слепит солнечный свет. Целые сутки не видели. Временные задания. Так. Насколько это далеко? Пока не вижу, друзья. Даже этого места. Вот здесь. Ну да. Это достаточно далеко. Такая-то что? Саня там устроилась. Возле. Видимо это вулкан. Но сюда идти. Это, конечно, действительно далеко. Съездить в старый листал. И мы оттуда... Не буду пока спешить. Лучше отправимся на причал Галдина. Где у нас, кстати, предыдущее место отдыха? Нет. Не надо туда в трейлер. А. Но уровень мы точно апнем. Да, нам надо сколько там до левела? 400 тысяч. Кому-то миллион. И это хорошо. Хорошо. Сейчас-то я выхожу под той стенкой. Под этой давайте пройдемся. Вот как раз огромное перо подберем. Продай нам. Не продашь. Хотел что-то новенькое. Во. Появляется. Как я и говорил. Все время. Как же тут часто вещи появляются. Строительный камень. Я уже реально распятый хожу тут. По этим дорогам. И все время они есть. Я вот сейчас записываю. Понял, что записываю. Записываю. Ладно, ладно. Не критикуйте за вот эти исковерганные слова. Я иногда их допускаю. Эту часть в ночь с четверга на пятницу. Ну, уже пятница. Уже за полночь. И если все сложится хорошо, то в пятницу вечерком у вас она будет для хорошего отдыха. После рабочей недели финалочка. Это замечательно. Вызовем регалию. Где у нас машина? Так, не важно. Давайте вернемся. Так быстрее будет, чем вызвать. Давай. Давай. И поедем на причал Галдина. Хорошие впечатления пещера оставила. Стоит запастись зеленью и всем прочим. Перед засыпанием мы будем вспоминать яркие моменты. И можно обратиться еще к архиву. Ну, посмотрим, что тут новенькое. Вот да, даурельские пещеры. Мы с вами прочитали. Все проверю. Скарн бюлет. Так. Скарн бюлетов с красной пигментацией. Это генетическая аномалия не является из ряда вон выходящей. Но в природе такие особи встречаются редко. Скарн бюлет чаще всего вступает в драки с другими членами стаи, а затем возглавляет нападение на ничего не подозревающих мирных жителей. Седой керл. Шкура этих керлов почти лишена пигментации, хоть и нередко покрыта черными пятнами. Такая особенность, сформировавшаяся в ходе эволюции, помогает им выживать в самых различных суровых условиях. Бетта. Мстительный седой керл, который охотится в роще Томильс. Известно, что в момент гибели керлы испускают электромагнитный псионический предсмертный крик, который созывает других седых керлов к месту гибели собрата, чтобы они отомстили за него. Данный экземпляр демонстрирует особенную свирепость примщений. Гамма. Седой керл в своей обычной компании, в Скоттхэмском ущелье. Когда пропала связь с лагерем Тулпар, неподалеку была замечена группа керлов. Возможно, они сбились в стаю перед лицом какой-то большой опасности. У него мягкие подушечки на лапках. Так приятно у кошек вот эти подушечки мять. У него, наверное, они тоже мягкие и большие. Вообще шикарные. Только он вряд ли согласится вам дать их помять. Седой керл. Седой керл привычный к древним подземным жилищам. Недостаток свежего воздуха обострил чувствительность его усов, повысив силу их зарядов до уровня недостижимого для живущих на поверхности особей. Усы также служат сенсором, влавливая в тяноте биологические электричества, находящихся рядом врагов. Прочный ус. С них такие усы. Не посмотрели мы, что с тебя. Прочный панцирь и шипастый панцирь. Гривоклык. Древний такой парень, как со времен мамонтов. Длинноусый родственник сабли клыка, обитающий в клеене. Жуткий облик, жестокость и грубая сила делают гривоклыка самым грозным представителем семейства сабликлыков. Говорят, что его рев может свести человека с ума. Шкура гривоклыка. Бета. Гривоклык, обитающий под землей. Жизнь в темном замкнутом пространстве научила этого зверя полагаться на свое развитое чутье и эффективно защищаться от встречающихся под землей демонов. Прекрасная шкура. Так, тут все. Из демонов кто-то. Есть новый. Так, 100 глаз. Шикарный. Просто шикарный. Всевидящий демон, присматривающий за даурельскими пещерами. С виду напоминающий флана, состоит из флана. 100 глаз не имеет стойкости к физическим и стихийным атакам. Зато он обладает уникальной способностью проецировать призрачную энергию, и это доказывает, что исходство с фланом только внешнее. Темную печать можно получить. Есть бета. 100 глаз неизвестного происхождения, встречающийся в Альтисе. Его способности значительно превосходят люцистского вида, поэтому некоторые исследователи считают, что эта особь могла мигрировать на чужой берег по своему желанию. Интересно, у него реально 100 глаз, если посчитать. Но, видимо, меньше. Гамма. Так, от тебя тоже темная печать. Гамма. Могучий 100 глаз, присматривающий за Кикоктерихским котлованом. Его яркий луч пронзает тьму, предупреждая путешественников, что не стоит вторгаться в его владение. И предмет такой же. Рыбалку мы с вами уже смотрели. Роботокская птица с рисом увеличивает атаку на 300. Алуральский сибас в жире, атаку на 200, вот это на 1000 и магическую защиту на 150. Суп с зеленым карри, атаку на 160, максимум маза на 800, защиту на 70 от огня. Безумные кебабы по охотничьи. Мясной пирог, рогозуб. И его любят Игнис. Пряная квакша на шпажках. Увеличивает уроны на 7 и врагам более высокого уровня. По 1D таких. Зато защищает от превращения в жабу. Ну и метеоритный сэндвич с ветчиной. Когда встретимся? Когда встретимся? В пятницу на Виртуозила Геймворлд. С ребенком, с семьей. По-моему не было таких. Ого, наверное они все пришли на ужин. Совсем как мы! На ужин в 14 часов? Как-то вы, родно, ложитесь. Добро пожаловать! Помним, что может вылетать на моменте фотографии. Так что, друзья, сохраняемся. Может останетесь у нас на ночь? Да, останемся. Так, прошло 7 дней. Я заработал почти 2 миллиона опыта для двух наших героев. И прокачал до 105-го уровня Ноктиса и Игниса. А вот эта неплохая. На фоне Сани. Причем они так друг за другом идут, знаете? Это как просто Маркс, Энгельс и кто там еще из этих уродов? Ленин, по-моему, был, да? Ну не знаю, не помню точно. Но вы поняли. Так. Синди за рулем. И Сид развалился. Эту нужно оставить. Поймал момент. Ха-ха, ну так. Моя прокачка. Тоже запечатлена была на фото. А вот эта неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Да это же... Это же... Что? Ничего, показалось. Тоже классная с Некромантом. У нас просто уже места, нет, друзья? Ноктис собирает грибы. В общем, 105 уровень. Так. По заданиям. Освежить в памяти. Многие далеко. Ну. Что ж. Будем дальше исследовать. Может быть. В путешествиях между частями я что-то еще найду, дорогие друзья. И у Ирис время ожиданий еще на какое-то время продолжится. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписчице Ирине, которая написала комментарий, что год уже идет прохождение, оно еще не началось. Тоже немножко терпения. Мы обязательно все пройдем на 100%. Это... Это гарантировано. Вот. Именно для этого нужно немножко терпения. Все будет хорошо. Как же здесь здорово! Мне тоже было здорово сегодня с вами, друзья, посетить Даурельские пещеры. Спасибо. Спасибо.